Как Бен свалил эти коробки? Видимо, какая-то потусторонняя сила сценария решил столкнуть печенье на Гвен. В этом кадре подстрелена только машина, но горит почему-то вся земля рядом. В этом кадре колонна повреждена, а в этом уже восстановилась. От взрыва одной колонки пошла бы цепная реакция, от которой вся заправка взлетела бы на воздух. Но нет, у нас все отлично. Она же не сказала, что не будет делиться. Женская логика. Пушка явно вылетела у нее из рук, но в следующем кадре уже тут как тут. Где в слове камень вы видите бампер от машины? Откуда тут взялся мусорник, если в предыдущем кадре его не было? Почему Роджи выстрелила в стену, если спокойно могла попасть в Бена? Бен поджег камни. Минуту спустя они все еще горят. Насколько мне известно, пираниты весят не намного больше человека. Как тогда он помял эту машину, если должен был об нее сломаться? Это как надо ювелирно выстрелить, чтобы пробить бензовоз и не взорвать его. Только что тут лежали обломки зеленой машины, через секунду их нет. Испарились? В этом кадре стекло над машиной разбилось. В следующем уже стоит, как ни в чем не бывало. Ты видишь, что находишься над лужей бензина, и твой противник хочет ее поджечь. Твои действия? Конечно же стоять и тупить. В этом кадре мы видим прямоугольный магнитофон. Через секунду он овальной формы. Правда я умею хорошо боксировать. Боксировать? У землян откуда-то взялись лазерные танки. Отлично. Деталь тренажера нагло пропадает из кадра. Да и как Бен смог вселиться в полностью механический тренажер? Опять те же звуки. Ничего не поделаешь, цензура. Откуда там взялась эта пушка, если при механизации Роджи она никак не была задействована? Дедушке Макса перелом ноги. Но в следующей серии он уже спокойно ходит. Мы вместе парили в космосе и он со мной разговаривал. На голове у этого пришельца был огромный осьминог. Вы парили не в космосе, а в виртуальной реальности. Как можно было этого не заметить? У супергероя челюсти серые глаза, но в этом кадре они светятся зеленым. Челюсти не управляют жидкостью. Откуда там этот водопад? А куда делся этот преступник? Ничего себе детский мультик. Что это за погоны такие? Афиши зомбозы реально пугают. Как люди вообще могли туда пойти? Как и его дыхание? Кислоты! Нет такой кислоты, которая так быстро плавила бы сталь. Как этот чувак еще жив? Ну не может у нормального человека язык быть настолько длинным. Хоть в носу ковыряйся. Дамы и господа! Зашибись, русская локализация. С чего они так угорают? Да тут плакать хочется. Любой нормальный ребенок уже в слезах убежал бы оттуда. Что с задним планом? У зомбоза нет переднего зуба, но прямо у нас на глазах он волшебным образом появляется. Рядом с тобой ювелирный магазин. Но нет, надо украсть магнитолу. Я не отдам этой твари свою добычу. Как этот чувак вообще может разговаривать? Его рот уже давным-давно расплавился бы. Я конечно понимаю, что зомбоза псих, но зачем ему это устройство? Без него смеха покушать не выйдет что ли? Космический пес только что отпинал самого сильного в их банде. Но клоуну почему-то решил проиграть. Почему Гвен светится? Как получилось это кольцо дыма? К тому же оно исчезло прямо у нас на глазах. Нажать тормоз. Что это вообще такое? Он целенаправленно столкнул эти коробки. В этом кадре рядом вообще нет коробок. Это твой дёс перепугал моих людей. И что за стреляющее существо там было? Как зомбозу удалось это сделать? Это всё грибы. Магия сценария. Что это было? Ах да, грибы. У экспоната стоят 6 человек, включая Гвен и дедушку Макса. Воздух поднимается уже 8. Как можно так долго падать? Амулет исчез до того, как отлетел. Этот кадр слишком уж долгий. Как три амулета могут располагаться рядом, если их всего 5, а украден был тот, что посередине? На Omnitrixie отсутствует вторая кнопка, которая была в начале серии. Макс держит грабителя перед собой, через секунду уже под рукой. На Omnitrixie вообще отсутствуют кнопки. Мяч катился по нескольким проводам, теперь по одному. У Хекса 4 руки. Говорят, что от страха можно потерять вес, но чтоб настолько. Почему тень Гвен падает на стену? Почему все вокруг серое? Отличная идея. Полоски на Omnitrixie то белые, то серые. Нельзя, ты еще маленький. Что? Ты ошибаешься. Во всех сериях они одного роста, а в этой Гвен решила вырасти. Будете визжать, как маленькие, когда появятся челюсти. Так может стоило отойти подальше, чтобы превратиться? Мы в рост. Эй вы, осторожней! Вы же меня затопчете! Неужели гуманоид настолько маленький, что дети его не заметили? У Брэда на футболке ничего нет, через секунду написано Брэд. Волосы Гвен почему-то не намокли. Собачка на молнии, то широкая, то узкая. Как гуманоид оказался у него в рубашке, если был прямо в руках? Как Бен так быстро оказался в другой трубе? Как гуманоид оказался в унитазе? И почему в нем так много воды? А где стенки туалета? Кажется, как будто Бена смыло в море. Класс! Я вырубил свет. Но у меня есть фонарик. Он так это сказал, как будто слышал фразу Бена. Тихо, песик! Разве у собак есть такие точки? Неужели у властей не возникло подозрений насчет вечных рыцарей? Неужели их странный вид и оружие ни о чем не говорит? Как они взобрались на это дерево? Что это за звук такой? Только они вышли из замка, как снова оказались в замке. Почему полицейские не сняли с него очки для опознания? И где погоны? Скажу только один раз. У автобуса нет номера. Пошли в китайскую аптеку, здесь недалеко. То, что здесь написано, совсем не по-китайски. Такое ощущение, что авторы просто на англо-китайской клавиатуре это напечатали. Бусы на шее мэра нагло меняются между кадрами. На стойке был один микрофон, теперь два. Как он мог незаметно подкрасться к голове города? Почему охрана ничего не делает? Ах да, ее же нет. Если в Амнитриксе содержится чистая ДНК, как простуда распространилась на всех пришельцев? И вообще, почему раса космического пса восприимчивая к земным вирусам? Почему полосы на Амнитриксе зеленого цвета? Кто их учил рисовать пауков? Мы поставим человечество на колени. А не проще натравить на них хоз, вместо того, чтобы устраивать представления с термитами и тараканами? А? По мне ползут рыжие муравьи? Ой! Неужели непробиваемую кожу тетрамантов могут прокусить какие-то муравьи? Существует только один способ уничтожить город. И откуда ты о нем знаешь? Ну, космический пес и силач еще куда не шло. Но то, что произошло с Человеком-Огнем, полностью противоречит физиологии пиранитов. Секунду назад тут не было никакого шланга. Ты откуда его достала? Как тараканы открыли эту дверь? Я сейчас приду. У Гвен мгновенно появился насморк и отек под глазами. Почему на крыше полицейских машин номера? Код 2577 относится к городу Бурунди в Восточной Африке. Что эти цифры забыли на американских машинах? Кузов машины помялся до того, как упал. На клавишах нет символов. Неужели приземление флагмана Вилгакса осталось незамеченным? Будь то на самом деле, в него бы прилетело штук 40 ракет. Они безоружны. Вы атакуйте того, кто обладает силой огня. Переводчики напутали с интонацией. Зачем долбить его в ноги, если можно один раз сильно ударить по голове? Ежу, понятно, что Вилгакс бросил Бена с гораздо меньшей силой. Походу он сам зачем-то ускорился. Откуда взялось так много асфальта? Почему Вилгакс не может встать? Асфальт так быстро не застывает. О нет, это же смола. Ты в Академии санитаров плохо учился. Асфальт это битум, песок и гравий, но никак не смола. Зачем Вилгакс прыгает за жуком? Может он забыл, что у него есть огромный корабль с пушками? Армия, которая благодаря Амнитриксу будет подчиняться мне. Что-то я не вижу часов на твоей руке. Тут в ящике есть маленькая красная кнопка. Нажми ее. Какая красная кнопка? В этом кадре бампер расширился. В следующем, видимо, уже сложился. Размеры клинка меняются между кадрами. При такой скорости я их бы уже выбросил из корабля. И что это за след такой? Вилгакс уничтожил несуществующее лицо. Из стекла торчит балка. Теперь ее нет. Откуда там камень, если должен быть ровный кратер от падения? Вилгакс уничтожил несуществую лицо.